Регина Эзера. На Даугаве ледоход. Оригинальное название «Ладус иет» – «Лед идет». Из сборника рассказов «Даугавас стаасты» – «Рассказы с берегов Даугавы». Перевод Людмилы Лубей. Читает Евгений Бразоль-Брушковский. Глава девятая. Это театр? Иммант вздрагивает, будто его укололи. Замедляет шаг. На углу речной улицы стоит женщина. На ее лицо падает свет витрины. Это Зелма. Имманту нравилось таинственное путешествие с мамой неизвестно куда. Теперь это удовольствие омрачено. Хотя бы тем, что придется идти, по всему видно, вместе с Зелмой. Нет, сегодня она не злая и не вредная. Нос-то совсем покраснел, губы синие. Наверное, долго простояла и озябла. А смотри ты, даже улыбается своими синими, одеревенелыми губами. Ну вот и сынок, наконец, выбрался. Это похвально, очень похвально. Сынок, бывают же на свете чудеса. Закоченелыми пальцами Зелма одергивает молнию на сумке, вынимает печенье и дает ему. Иммант бормочет спасибо и сует печенье в карман, немножко презирая себя в глубине души за то, что он вообще что-то принимает от ненавистной Зелмы. Что же не ешь? Потом. Зелма с едой не пристает. Потом так потом. Заботливо ощупывает шарф, рукавицы, Иммант осматривает обувь. Нелегко ли ты одет, а? На нем шерстяные носки, отвечает Илга. Иммант молчит. Пошли, не опоздать бы, говорит Зелма и, приткнувшись к светлой витрине, близорукими глазами разглядывает свои часы. Куда мы идем? робко спрашивает Иммант. Ему не отвечают. Он обводит взглядом одно, второе лицо. Не слыхали, наверное. На перекрестках улиц Зелма просто подталкивает его, если надо свернуть, или коротко приказывает. Теперь переходи улицу. Переходят. Идут дальше. Зелма с мамой тихонько обмениваются редкими словами. Снег скрипит. Люди спешат. В чайной гудят голоса. Куда мы идем? пытается угадать Иммант. В гости? В гости? Неподалеку сияют огнями окна Дома культуры. А, в кино! Перед дверями толпится шумная стайка молодежи. И хотя никто не сделал попытки завести разговор с молчаливыми прохожими, задеть их, Зелма, осторожно оглянувшись, опять хватает Иммант за локоть. Переходи улицу. «Нет, не в кино». Свет из окна делит тротуар на золотые квадраты. Пешеходы их топчут ногами. Отойдя подальше, Иммант оборачивается. Почему-то кажется, что там, где они прошли, на светлом тротуаре остались темные следы. Но ясные квадраты сияют ярко и чисто и быстро удаляются. «Где ты там?» Поторапливает Зелма. Вдруг Иммант осеняет догадка, что они идут к Скардам. Так и есть. Улица ведет прямо туда. Гладкий, чисто выметенный тротуар кончается, они выходят на мостовую. Машину укатали на ней снег плотно, как камень. А вон, пожалуйста, прямо напротив стоит домик Скардов. Знакомая тропа ведет к калитке. Знакомая веранда светится всеми стеклами. За тонкой занавеской двигаются две тени. «Это Мик и Пецис. Кто же еще?» Иммант стоит, как будто его воткнули в снег. Глядит на них, как завороженный. Хотя Зелма и Мамы давно прошли мимо калитки и ясно, что к Скардам они не пойдут. «Иммант!» Это мама. «Да!» – откликается он, но не двигается с места. Неужели Пецис и Мик не замечают, что он здесь стоит? Вот-вот распахнется дверь веранды, выйдет Мик и скажет, чтобы... «Иммант!» «Сейчас!» Он вздыхает и время от времени, оглядываясь, бежит в темноту улицы, словно в поток дегтя. «Пришли!» – объявляет Зелма. Ворота в высоком дощатом заборе с легким скрипом растворяются. Посреди сада стоит темный двухэтажный дом. Посыпанная песком дорожка ведет мимо заснеженных яблонь куда-то вглубь, огибает дом и кончается, уткнувшись в крутую лестницу. И тут оказывается, что дом не совсем темный. Тоненькие лучинки света просовываются сквозь щели в ставнях, расчерчивая снег. Зелма и мама обивают ноги, иммант след за ними делает тоже, думая про себя, что это лишнее, ведь по снегу-то они не ходили. В узком коридорчике на скамье судачат две бабушки. Зелма, поздоровавшись, спрашивает потихоньку, собрание, верно, еще не началось? Ей отвечает, что еще не началось, потому что брат Шмидт только что прибыл. Иммант немножко озадачен. Чудной какой-то этот Шмидт. Всем он брат, и маме, и Зелме оказывается еще вот этим. У Мика только Пецес брат, а у Пецеса только Мик. Иммант не прочь, чтобы Мик и Ле Пецес были и ему братьями, но раз не братья, приходится с этим мириться, ничего не поделаешь. Одна бабка кивает головой на Имманта. — Сын, что ли? — Сын, — отвечает Илга. — Как зовут? — Илга говорит. И они давай осматривать Имманта, и кивать на него, и шептаться, будто он заявился сюда голышом. А ему остается одно из двух. Или показать фигу, или глядеть из-под лубья. Фигу показывать здесь, пожалуй, нельзя, а глядеть из-под лубья никто не запрещает. — Ты что, бодаться собираешься? — подталкивает его Илга. Он отшатывается от рук матери, как от каленого железа, и, повернувшись спиной к бабкам, наблюдает за Зелмой, а чужие взгляды, будто шилом, корют ему в спину. — Зелма открывает узкую дверцу, и Иммант в изумлении застывает на пороге. — Настоящий маленький театр! Он, правда, в театре не бывал, но видел ускардов по телевизору. — И здесь такой же точно. Светлый-светлый, только рогатая люстра, немножко побольше, сияет посреди потолка, переливается всеми своими лампочками. — Мама, это театр! — к ним повернулось несколько голов, Илга покраснела. — Мам! — Тссс! — Сног! Он понижает голос, но не отстает. — Мам, здесь будут показывать театр! — Здесь, милый, молятся Богу, — поясняет Зелма. В тишине слышно, как поскрипывают доски, когда они проходят к скамье. Наконец, Зелма дотрагивается до его плеча, и это означает — стоп! Зелма и мама становятся на деревянную приступку коленями, а Иммант пристраивает на ней ноги, довольные тем, что здесь так хорошо придумано, чтобы удобно усесться. Иммант вертится, оборачивается, ждет, пока Зелма с мамой встанут, а они не думают. Мама даже прикрыла ладонью глаза. Еще чего доброго плачет? Нет, не плачет. Наверное, лампочки слишком яркие. Какой-то старичок принимается зажигать свечки. Интересно, для чего это размышляет Иммант? Ведь язычки такие слабые, такие тусклые в золотом свете верхних лампочек. А вот на Новый год на елке, в темной комнате, когда они сверкают, как звездочки... Иммант смотрит наверх. Взгляд упирается в серые своды, где прямо на стене нарисованы большие черные буквы. «Мам, что там написано?» — дергает он Илгу за пальто. Илга бормочет что-то про себя, почти беззвучно шевеля губами. «Мам!» — она смотрит с укором, но все же на этот раз отвечает. «Там написано. Блаженна твоя обитель, Господь Саваоф». «Что? Что?» — Илга терпеливо повторяет. В голубых глазах Иммант недоумение. «Да ну! А что это такое блаженно? Ты еще мал чтобы...» «Ну, конечно! Разве другого дождешься? Не стоит и слышать до конца». Старичок, который зажигал свечи, присел к какому-то столу с приделанными трубками разной длины и толщины. И вдруг очередной вопрос застыл у Имманта на губах. Как все загудело, воздух задрожал, звуки вылетают, как шмели летом из-под земли, из малюсенькой щелочки под дерном. Чудной стол гудит, трубы гудят. Жаль только, что эти красивые звуки скоро обрываются. Вперед выходит дяденька в черном костюме, с серыми, как будто пеплом посыпанными волосами, и говорит громко на всю огромную комнату. «Споем 349-ю песню!» Справа от Имманта зашептались, слева тоже. Лиски в книжке с аппетитной апельсиновой обложкой скользят под мамиными пальцами быстро-быстро, мелькают ряды букв, опять грохочет непонятный стол, и все поют. Хоть бы не мешали слушать шмеля, дождешься. Орут прямо в уши. Зелма в одно, мама в другое. Зелма тянет грубо, как дяденька, и все отстает от других. Мамин голос дрожит, как стальной колокольчик. Имманту приходит в голову, что он никогда не слыхал, как мама поет. Он сидит, слушает, следя глазами за движениями маминых губ, словно глотая каждое слово, и изо всех сил старается угадать его смысл. «Вознестись хочу, спаситель, в ту блаженную обитель!» Илга не видит взгляда сына. Слова знакомой песни механически слетают с губ, а мысли бродят сами по себе. Правда, здесь им не место и не время. Но они, как стрекозы, прилетают без зова, садятся на плечо и не улетают, пока их не спугнули. А спугивать сейчас некому. Играет орган. Иммант унялся, не дергает, не расспрашивает. Это случилось вчера. Илга в кладовке возле дамского зала меняла халаты, а Инден, наверное, думал, что она уже ушла. Он присел у ее раскрытого шкафчика и стал рыться в нем, звякая флаконами с жидкостью для завивки, с одеколоном, шампунью и лаком. Он временами что-то вынимал, разглядывал на свет, встряхивал, ставил обратно. Зачем он проверял, Илга не знает. Или он смотрел, нет ли пропажи. Если ему что нужно выяснить, он обычно подходит и спрашивает открыто, в рабочее время, а не потихоньку. И не обыскивает тайком, скрипя ящиками, извиня склянками. Илга стояла, смотрела в щель, покраснев от стыда. В ней боролись искушение и страх. Искушение подойти к Индену, застать его врасплох и увидев, как он смутился, смеяться, смеяться, смеяться прямо в лицо. Но страх был сильнее. А вдруг Инден опять бросит в лицо что-нибудь про мать Оскара, которую посадили в тюрьму за самогон? Ваши родственники пятнают добрую славу нашего маленького учреждения. Или на другой день после похорон Оскара? Зря вы не развелись. А теперь, хотите или нет, тень падает и на вас. Как грязью облил. Попробуй потом очиститься. Оправдайся, докажи, что ты не знала. Чтобы выйти из-за двери и посмеяться над мелочной волзнёй Индена с пузырьками, Илге нужно было только одно – уверенность, что на ней нет вины, ни в чём, ни в мелочи. Но этой уверенности недоставало. Открыто, сама себе Илга не могла сказать, что ничего не знала. Знала о самогоне, о брёвнах. Нужно быть слепой, чтобы не видеть мокрые, едва вытянутые из воды брёвна возле дома Оскара. Не нужно большого ума, чтобы догадаться, что они ещё недавно плыли по Даугаве в плотах. Инден прав. Тень падает на них. На неё. И на Иманта. Тень погибшего Оскара. Иман дёргает её за рукав. «Мам, что он там говорит?» Илга очнулась. Нет ни Индена, ни Оскара. Только тяжесть в груди. «Мам, ты слышишь?» Илга всё прослушала, как во сне. Не заметила, когда успела кончиться песня. Не слышала, как брат Шмидт прочитал Евангелие. А Имант слушает, разинув рот, время от времени изумлённо хлопая глазами. Опять маленькие холодные пальцы прикасаются к ладони Илги. «Мам, ну что? А зачем Богу нужно было всех топить? Всех, кто бежал по морю? Не болтай!» Это Зелма. Имант смотрит на неё. Очки блестят, губы поджаты. Злится. Он вздыхает и становится смирным. Сидит, притаившись, пытаясь собственным умом разобраться, о чём говорит дяденька в чёрном костюме. Потом Имант читает надпись на стене, незаметно раскачивает ногами, разглядывает незнакомые лица. Ну и нос удался у бабки, чуть книгу не проткнуло. А у старичка-то голова будто яйцо, белая, голая и блестит. Имант, не вертись! Разве он вертится? Ну ладно уж, ладно, он не будет смотреть, если нельзя. Он уставится вон на ту стену. Серая, гладкая, скучная стена. Ни за что на ней уцепиться ни взгляду, ни мысли. Что там делает Миг с Пецисом? Юрис, наверное, уже дома что-нибудь рассказывает. Все ужинают, смеются. Реакции сегодня больше делать не будут. Посмотрит телевизор и на боковую. Натянут одеяло до ушей. Постель мягкая, одеяло тёплая. Чек нажмут выключатель, а темно. — Иман, ради Бога не засыпай! Что с тобой делается? Он открывает глаза. — Что утро уже? — зевает. Илге жаль его. Сонный, тяжёлый, как мешок. Еле глаза разлепил. Надо было на Рождество его сюда привезти. Хоть ёлка была... Илга вспоминает своё детство. Жизнь у тётки, которая иногда ходила в церковь и брала её с собой. Изредка, по Великим Пятницам и на Рождество Христово. Было ли ей скучно? Она уже не помнит. А Иманту скучно. По всему видно. Как посеять святое семя божественных слов, о котором так хорошо говорит Зелма, в эту головку, набитую всякой чепухой? Когда она рассказывает про Бога, Имант слушает. Сначала слушает, как сказку. Потом начинает спрашивать, допытываться. Если Илга говорит — не спрашивай. Если говорит — веруй просто так. Сын умолкает. Улыбается лукаво. Ты, мол, и сама, наверное, не знаешь. А строгости его не проймёшь. Имант не перечит, молчит. А у самого глаза незрячие, уши не слышащие, как дом с закрытыми ставнями. Так, опять, кажется, задремал. Раздаются звуки органа. Имант вздрагивает, лицо светлеет. И то хорошо. Илги многого не надо. Кончилось всё же. Имант давно не испытывал такого чувства освобождения, облегчения. Они выходят из молельни на улицу, где поёт под ногами снег. Имант большими глотками, как в воду, пьёт свежий воздух. То и дело замедляя шаг, словно прислушиваясь. И вдруг восторженно вскрикивает. Мам, хлеб, понюхай, пахнет хлебом. Да, теперь Илга и сама чувствует, а Зелма поясняет, что за углом пекарня. Она подаёт Иманту тёплую широкую ладонь. Дай руку, здесь скользко. Ну как, тебе понравилось в молельни, детка? Правда хорошо? Знаешь, я хочу здесь жить. Зелма удовлетворённо усмехается. А что ж, такой с органом даже в Бедрене нет. Разве только в Риге? Потерпи. Во вторник мы опять втроём пойдём. Ага, пойдём. Будем нюхать. Когда мама приносит буханку из магазина, так не пахнет. Наверное, надо сто буханок. Миллион, да? Зелма хмурится. Ты как из голодной губернии. Вот чудачка. В голосе у него разочарование. Потом он всю дорогу не вступает в разговор, лишь жадно дышит. Жаль только, что ветер куда-то унёс запах поджаристых корок. Ну ничего. Имант вырастет большой, выстроит дом возле самой пекарни, и будет нюхать вкусный воздух, сколько вздумается. Хлеб пускай забирает и развозит по магазинам. Весь миллион батонов пусть увозит. Всем. Имант не жадина и не обжора. Зря Зелма так думает. Да, и веранду он построит. А то где же делать реакции? Мик и Пецис будут приходить к нему без стука. Откроют дверь и войдут. Мама выглянет и скажет. Зайдите, попробуйте пирожка. Много получилось. И тёпленькие. Ну а если Мик и Пецис сделают кислую мину, то он, Имант скажет. Давай, не ломайся. Как теперь говорит Мик. Что это такое? Не ломайся. Конфет он купит целый мешок. Только Эджусу, фигу, он их все подарит Валде. Притащит на спине в парикмахерскую. Раз! Свалит в мешок у самых её ног. На! И удерёт, чтобы Валда не вздумала отдавать обратно. Вот он какой будет. Себе ни одной единственной не возьмёт. А ездить он будет только с Юрисом. Баранку крутить будет он, а Юрис пусть сидит просто так рядом. Юрис скажет. Рванём напрямик по просеке к мазмаркам. И он повернёт на мазмарке. И ещё они заедут в Берсиэмс за тарой. Он будет таскать ящики, а Юрис пусть лезет на гору. Тогда Эмант и Завмак ему покажутся муравьями. А если Завмак опять разворчится, Эмант хлопнет его по плечу и скажет. Смотри, перекиснешь в уксус. У него будет густой голос, длинные резиновые сапоги, а подбородок, как наждачная бумага, и он время от времени будет потирать его ладонью. Эмант засмеялся. Зелма и Илга взглянули на него с удивлением. Ты чего? Он, конечно, не станет рассказывать, о чём думал. Известно, что ответит. Глупости. Придумал бы что-нибудь поумнее. Мал ещё. Усмехнуться с презрением, как... Ну, как он сам над Бобиком, когда тот сделает что-нибудь совсем непутёвое. Эмант улыбается и потирает подбородок ладонью. Подбородок гладкий, прохладный. Ничем не похож на наждачную бумагу. Скорее уж на яблоко. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok